Дорогие друзья, я уверен, что учиться можно не только у предпринимателей или у руководителей, у топ-менеджеров или собственников бизнеса, но в том числе и у многих других людей, которые не имеют отношения к бизнесу. Хочу открыть новую рубрику, которая будет называться «Сильные люди». Это мы встречаем с людьми, которые не имеют отношения к бизнесу, но тем не менее у них можно научиться как минимум стойкости, силе воли, мужеству, самообладанию и многим другим вещам. Итак, друзья, старт рубрики «Сильные люди». Дорогие друзья, мы в городе Краснодаре. Рядом со мной идет один из самых сильных людей, который пришел в свою жизнь. Это Арсений Шленберов. Человек, который является чемпионом России по национальному теннису. Среди спортсменов с поражением опорного двигательного аппарата. Скажите, вы же заканчиваете только Краснодарскую консерваторию? Я поступил как баянист, да. В 15 лет я поступил в училище имени Римского-Корцикова маукальное. Закончил его в 19 и поступил в консерваторию как баянист. На третьем курсе консерватории попал в автокатастрофу. Связанная с инструментом, уже об этом и не могло быть и речи. Вы учили, что вы хотели жизнь свою связать с музыкой? С баяном. На конкурсах, да. Я был и лауреатом, и дипломантом всероссийских конкурсов. В случае, трагедия правая рука капельского романа? Да. То есть, ну это травма, отрыв нервов от позвоночника. А врачи уже были бессиленны, все полностью. Связанная карьера, жизнь моя с музыкой уже не имела. Места в концерты, работал в ансамбле уже. И все, вот. Это стало невозможно. Вы раньше спортом занимались? Футбол. Футбол, да. Играл за институт в консерватории в настольный теннис, ну, правой рукой, на любительском уровне. Спустя год реабилитации я вышел на учебу опять. Вот. Но уже не как баянист, а на дирижер. Заканчивал как дирижер. В потере курса сам это выбрал. То есть, меня брали на четвертый курс. Но захотел, чтобы освоить новую специальность, направление в музыку побольше. Пошел в квартире опять на третий курс. На пятом курсе я пришел в зал, где уже, ребята, сборная института сменилась по настольному теннису. И я попросился просто, ребят, можно с вами поиграть? Ну, так как левой рукой я даже в мяч со сложностью попадал. Вот. И мне ребята говорят, ну, то есть, иди там, посиди где-нибудь, обруч покрути. Ну, типа. И меня это очень зацепило. Попались бы вы мне пару лет назад, то есть, это была бы совсем другая игра. Самолюбие заиграло, меня обидели. И все, и вот стал тренироваться, тренироваться. Потом заново, заново. То есть, координация движений абсолютно разная. Абсолютно. Что правой рукой, что левой рукой. Я пришел, тогда еще была школа Олимпийского резерва, здесь у нас, на Арджу Никитзе, тренеру. Я говорю, возьмите меня, то есть, в группу, а мне уже 25 лет. Он говорит, у меня детки играют вот намного лучше, чем ты. Куда ты? Я ходил две недели, топтал порог. Возьмите, возьмите. Уговорил, он говорит, ладно, приходи. И меня ставили с детками, я с детками стоял учиться по 6, по 8 часов. И потихонечку, потихонечку стал играть, играть, играть. И вот на первом чемпионате России я занял 12 место. Мне в край сказали, ну куда ты? Все, 12 это. На следующий год я поехал, занял 9 место за свой счет. Но также тренировался до фанатизма. В чем это проявлялось даже? Я первый раз был женат, 25 лет женился. И ночь у меня тумбочка стоит. Я в тумбочку ракетку спрятал. И в 3 часа ночи я аж эту ракетку взял. Как ее взять, чтобы отсюда удобно, отсюда? Хват ракетки, супруга просыпается. Говорит, Сеня, ты что, ты что-то перепутал? Ты уже определись, с кем ты спишь, или со мной, или с ракеткой? То есть до фанатизма. И на следующий год я уже выполнил мастера спорта. Три года спустя я стал бронзовым призером России. То есть это было в 2012 году. Когда ты стал чемпионом России? В 14-м. Скажите, пожалуйста, как стать чемпионом России? В первую очередь это работоспособность, тренировки. То есть это один из важных, наверное, самый главный. Второе, я думаю, что характер. То есть когда решающие какие-то моменты в матче, где нужно не сломаться, проигруя даже, встречу не остановиться и дальше играть. На воле вообще. Да, да, на воле. То есть такие матчи были, и не один матч. Без шансов проигруя, вытаскиваешь встречу на характере просто. Ну, это бойцовские какие-то качества. Когда что-то не получается, ты все равно идешь вперед и гнешь свою линию. Только так. И, конечно, удача где-то, где-то повезло, где-то... Ну да, удача любят подготовленных. Ну да, как говорится, везет сильнейших. Ты чемпион России, да? Чемпион России. Как попасть на Паралимпиаду? В международных турнирах есть свой рейтинг и баллы. Чтобы отобраться на чемпионат мира или на Паралимпиаду, нужно участие в международных... Недостаточно быть чемпионатом России? Нет, недостаточно. Недостаточно. Нужно быть в международном рейтинге. Сейчас это связано с финансами. Чтобы участвовать, одна поездка на международный турнир выходит где-то 110 тысяч. Это для меня очень много. Насколько понимают, что Министерство спорта, Паралимпийский комитет, Федерация по настольному теннису, власти и регионов, в которых ты живешь, они пока помощь тебе не окажут. Нет. Даже несмотря на то, что чемпион России. Понятно. Но я думаю, что каждый человек сможет сделать выводы сам. И призывать никого не буду. Но в целом, если вам интересно, я думаю, что человек можно поддержать Арсентия. Допустим, я собираюсь это сделать. Для того, чтобы набрал какое-то количество квалификационных баллов в международных соревнованиях и поехал на чемпионат мира. Да? Да. И выиграл его. Да, конечно. Я все для этого сделал. Надо выигрывать. Да. Скажи, вот роботоспособный возраст спортсмена, особенно в твоем спорте, сколько уже? Можно играть в настольный теннис. Обычно играют, до самой старости играют, по ветеранам. Но играть на высшем уровне, на международном, где-то до 40 лет. Скажи, пожалуйста, чем спорт отличается от парафона? Может быть, где-то уступает, но по характеру он, наверное, превосходит. По характеру понятно, а вот неинтересно, там есть какие-то коэффициенты, не знаю, может быть, в том же самом на настольном теннисе есть разные виды. Нет, абсолютно. Правила одни. Можете на колясочке играть? Колясочники играют, да. Они играют колясочники среди колясочников. Я понял, да. Вот у меня ребята двое занимаются. Я как тренер еще, у меня два колясочника. Это успех, наверное, в этом году. Мой подопечный стал бронзовым призером России. И растишь в следующее поколение. Супер. Есть мечта? Ну, конечно, есть. Это быть чемпионом паралимпиады. Другой нет. Когда паралимпиаду в Сочи смотрел закрытие паралимпийских игр в Сочи, там вот такая надпись «Impossible». Невозможно. Потом надпись эта преобразовалась и образовалась в надпись «I'm possible». Я смог это сделать. И уверен, уверен, что с твоим характером, с твоей волей, с твоей миссией, что ты сейчас помогаешь и другим, становиться сильными, у тебя все выйдет.